Декабрь традиционно считается одним из самых прибыльных для бизнесменов месяцев, потому что все покупают подарки. В этом году, как отмечают предприниматели из разных сфер, продажи резко упали. И все теряются в догадках, что же на самом деле произошло с покупателями. Одни считают, что причина мороза, другие уверены, что есть экономические предпосылки. Но есть даже и те, кто считает, что люди перестали ходить по магазинам из-за слухов якобы надвигающегося конца света. Особенно спад почувствовали в магазинах премиальных подарков, часов и различных дорогих аксессуаров. Здесь отмечают, что раньше такие презенты к Новому году покупали заранее, теперь все по-другому. Кроме того, специалисты говорят, что у людей изменилось отношение к деньгам, они стали их тратить более рационально. Декабрьское затишье здесь объясняют и другими факторами. В начале декабря, конечно же, и сложная погодная обстановка не способствовала большим продажам. И суета вокруг 21-го числа, что может быть будет конец света. Это тоже в СМИ очень сильно массировалось. И кто-то откладывает традиционно покупки на конец месяца. Опять же, прошлые годы, это было связано еще, наверное, с тем, что по старинке люди помнили про дефициты декабрьские, про то, что надо взять первым, потому что не хватит. Сейчас уже такого ажиотажа нет. Декабрь не порадовал и магазины подарков для детей. Составляя статистику продаж, здесь ориентируются в основном на выходные. В другие дни клиентов меньше. И как раз прошлые показали провал. Но они и были самыми холодными. Чтобы привлечь покупателей, предприниматели решили оказывать даже дополнительную услугу. Новая услуга – это курильческая служба доставки товаров от Деда Мороза, которую мы придумали в этом году, чтобы как раз предвидеть такую ситуацию, если, допустим, будет мороза. И не каждый покупатель сможет вовремя приехать и сделать то, что запланировал, сделать до нового года. В ювелирных магазинах говорят, что спад в декабре чувствуют уже на протяжении последних двух-трех лет. И причины каждый раз разные. Одни отмечают перераспределение потребностей и, соответственно, спроса. Сейчас очень многие выбирают в качестве подарка себе и близким путешествия за границу. Другие ссылаются на декабрьскую загруженность людей. И все подарки, по-моему, начинают покупаться с числа 25-го, 27-го, 30-го. И, известно, это, как обычно, занятости людей. И люди стараются покупать сейчас. В связи с тем, что у нас пробки в городе, все стараются завершить свои дела. Для ритейлеров, занимающихся продажей одежды и обуви, декабрь не самый высокий сезон. Но даже они почувствовали падение спросом. Подогреть интерес здесь стараются хорошими скидками. Иногда и до 50-60%. Размер их зависит от того, как вообще сезон прошел. Если у человека очень большие остатки, то он понимает, у него есть декабрь, есть январь, чтобы максимально это все продать. Как это сделать? Это надо максимально дать скидку и максимально забрать деньги из товара. Поэтому размер скидки и так и варьируется. Некоторые предприниматели считают, что разговоры о кризисе также повлияли на покупателей. Они стали более бережливыми. Но, как считают многие специалисты, выводы в целом о декабре пока еще рано делать. До Нового года еще целых 10 дней. Многие бизнесмены надеются, что покупательская активность еще вырастет. И им удастся выполнить и даже перевыполнить планы по продажам. Ну, а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru. Наталья Истомина, Дмитрий Яковлев. Афонтова новости.